ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все хорошо, я вам. Не сидеть, но что ж здесь? Слава Богу! Тутя с глазом. Да. А ты за выческой так будешь? Да, мы убираем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Женщина, я танцую. Где-нибудь услышав на радиостанции, какую... Все, не то, да? Такую речь начало. Общак-то еще. Это будет такой. Докуда шла? С-с-с. Ну, маленького конца. Можно между ними это еще будет? Если звуки песни побуждают девушку сбросить с себя одежды и ощутить поцелуй солнца на своей коже, разве певец виноват? Джордж Мартин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Любишь её? Хм, конечно. А хочешь правду? Белый сервис. Вся правда о вашем автомобиле. Ммм... Ммм? Мы за правду денег не берём. Диагностика систем автомобиля Абсолютно бесплатно. Омская 213-Б. Белый сервис. Омск. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как уже говорилось в пресс-релизах молодой музыки Сибири, слово молодая не подразумевает возраст музыкантов, оно подразумевает новизну и свежесть идей. Вот именно это я сейчас должен был сказать, потому что у нас сегодня не совсем молодая группа Джеклифс Хир. Сегодня ночью в молодой музыке Сибири. Здрасте. Здравствуйте. Еще раз. Еще раз. Здрасте. Да. Мы с вами знакомы давно, но многие наши телезрители с вами не знакомы, поэтому давайте представимся по традиции и кто на чем и за что отвечает. Правильно объяснять? Конечно. Меня зовут Александр, я играю на гитаре и спеваю частушки. Частушки. Частушки на английском языке. Двигаемся далее. Меня зовут Вадим, я ему пишу эти частушки. На английском языке. На английском языке, да. Так, далее двигаемся. Меня зовут Сергей, я уже все лет частушки эти слушаю. Сынок. Сынок. Я просто сейчас небольшую ремарочку. За эфиром историю ребята рассказали, задали им на одном из интервью вопрос, как вы познакомились. Судя по всему, да, это вот... Да. Меня зовут Александр, я в этой группе слушаю частушки чуть поменьше, чем годик. Ну и играю на все дни. Громыхающих, стучащих, изменяющих инструментов. Типа вот так вот. Вот кто крал кастрюли у мамы. В каком году образовались Джеклифс Хир? В 2009? В 2009 году. Слушайте, я вот так постепенно просто, вот группа приходит молодой музыкой Сибири, 9 год какой-то продуктивный очень. Многие образовались именно в 2009 году. Как собрались, где собрались, кто начал писать? Ты их познакомились? Не, не познакомились. Другой вопрос, да, я переформулировал. Вадим, у тебя получается хорошо. Вадим, расскажи. Я долго рассказывать буду. Есть ощущение, что ты группу собрал, а я вот не серьезный молодой человек. Я не собрал, нет, меня подобрали просто там. Ну да, по сути, так и получилось, что просто шоу холодный 2009 год. Бутылочкой определенной вот штуки такой, вот, и предложил его вот этому человеку, на что он согласился. И после этого все понесло. Все очень просто, на самом деле. Да, я все хотели им хотел подраться, на самом деле. По хорошему, вот, а оказалось, что вот он совсем другой, заинтересован в этом, в рок-н-ролле. Я думал, что он просто бомж, а оказалось, не совсем. А он не совсем бомж, оказалось, мы с ним два бомжа. Так. То на тот момент были два бомжа. А почему тогда Джек Левс Хир, это же переводится, как Джек живет здесь, получается? Мы очень много передумали различные. Или с вами тоже Джек какой-то? Джек, да нет, Джека еще не было с нами. Ребенок потом родился у нас. На самом деле, Джек Левс Хир, он вообще, в принципе, не относится к тому бренду, да? Просто так вышло. Мы когда сидели в рок-клубе, сочиняли, придумали какие-то, да, и это единственное, что пришло нам в голову и устроило нас двоих. Мы одновременно подумали после с ним, посмотрели, там висел такой флажок интересный. На нем написано «Был Джек Левс Хир». Мы подняли голову одновременно на него, посмотрели так. И я говорю, ты тоже так думаешь? Да. От усталости, да? Да, и самое, от усталости. Мы устали просто очень сильно. Приехали с Кишинева, с Кишиневской области приехали просто. С Кишиневской. там и устали сильно. Без названия мы были еще. Уставшие, без названия, какими только «Джек Левс Хир» не представали перед своей аудиторией. Сколько пластинок записали? Сколько альбомов у вас есть? Насколько продуктивный «Джек Левс Хир»? Мы записали одну пластинку, дебютную, из семи песен. Как она называется? Она называется... Да нет, называется это «Промо» или как она называется? Я не знаю, как она... И Пи, да. Просто это единственное, что у нас было из материала, и мы это просто взяли и все собрали. Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Джек Левс Хиро» Примерно на таком же уровне и думали, и чувствовали музыку так, как мы... Своё играли сразу? Своё, да, сразу же. Мы, в принципе, каверами играем, за исключением там... «Knocking on Heaven's Door»? Двух, трёх. Двух-трёх, и когда у тебя уже голова, уже устала... Кто пишет, кто пишет, у вас? Это каверзный вопрос. Да, это очень каверзный вопрос. Это вместе мы всегда сидевали? У нас всегда посиделки. То есть собрались... Да, собрались и сделали. От начала и до конца. Да не то, чтобы, но мы очень часто собирались в своё время и постоянно под Кишинёвом. В Кишинёве, да. В Кишинёве. Мы под Кишинёвом писали в студии там на квартире там где-то недалеко от Омска. Иногда с одного раза получалось. Если с одного раза получалось, их устраивало, всё у нас, второе лет, конечно, вариант, и всё. На раз. Не было такого, что вот не получается, значит, мы просто... То есть не дублировали, не... по песне по кускам не резали, а сразу... Нет, нет, она так... Ну, как... Классический рок. Вся проблема в том, что между этими вот перекурами очень сложно было взять и чтобы родилось что-то. Собственно, то же самое и с текстами происходит, когда... То есть можно написать много вещей различных, там, типа Киркорова и так далее. Это достаточно просто. А вот придумать что-то, нечто, чтобы было вот от тебя, при этом нужно это пережить изначально. А потом... То есть если у тебя на протяжении, допустим, пятилетия ничего не происходит, то я, допустим, не могу взять и просто там что-то придумать. Нужно, чтобы что-то был какой-то толчок. Только после этого пишется текст, и то, как будет больно и трудно и долго. Ребят, много покатались со своим материалом с концертами по городам? Хочется узнать гастрольную. Последний раз был в Перми. В Перми? Один? Да, мы не катались почти. Не катались? Мы бухали просто все. Ну, там, у нас были всякие разногласия, внутри группы, кто-то там ходил, кто-то приходил, у кого-то была депрессия. Один единственный серьезный концерт был, это был Rockline 2011 года. Вот и все. Просто, на самом деле, очень сильно радует то, что наш формат программы довольно-таки свободен, и постепенно из музыкальной, информационной, познавательной она становится еще и психологическим тренингом для некоторых личностей. Нет, если серьезно, у вас есть какие-то планы на будущее? Это вопрос стандартный, задают его абсолютно всем музыкантам, но судя по тому, что у вас происходит, судя по вашей истории, нас даже оператору равновесия теряет, Сейчас появляется осознание того, что у вас второе дыхание какое-то открылось. Недавно был на концерте, и звук у вас поменялся, и звучит. Да, у нас открылось второе дыхание, вот, пожалуйста, вот, второе дыхание, пожалуйста, барабанщик второго дыхания. Барабанщик второе дыхание? Да, вот, отвел второе дыхание, он пришел и внес нам второе дыхание сюда. Так. Отлично. Я бы сказал, свежее дыхание. Свежее дыхание, да. Что-то сейчас пишете, готовите? Конечно, да. Делаем, то есть, на трезвую голову абсолютно. То есть, готовиться на второй альбом уже абсолютно не скучно, да, Саша, спасибо, что сказал, а то я бы не вспомнил вот эту тему. Вот, то есть, готовим, там, это... Я не могу с ним серьезно рассказывать. Ты бы сейчас сказал просто про купальники, я сразу представил деда в купальнике. А купальники буду не я, в купальнике будут там другие какие-нибудь люди, которые будут пену распылять, а мы просто будем петь, сидеть и смотреть. Когда планируется это выступление? Я никогда его не пропущу. Ну, где-то ближе к лету, наверное. Какого года? Ну, 15-го года. Какие у вас истории, помимо алкогольных, происходили где-нибудь на концертах? Может быть, что-то такое несуразное произошло, что настолько запомнилось хорошо, что прям вот кипит и хочется рассказать. Леша, не хотели мы дать тебе трехтомник истории Джек Рюси. Так. Ну, хотя бы полглавы прочитайте. А, полглавы? Ну, да, самая интересная у нас с тобой история, да? Под Тюмень оказалась. Отличная прекрасная история. Да, мы когда ехали как раз, собственно говоря, в Тупень, из Кишинева, из Кишинева, мы вышли в Тюмени, буквально там, перейти дорогу там пять минут. Но никто не знал о том, что эта остановка будет в течение там каких-то трех, может быть, четырех минут, то есть быстрая. Там практически они останавливались. Мы об этом никто не подозрал, потому что это было ночью, как сейчас, по сути. Мы просто вышли за бутылочкой. Тишиневая. Когда пришли, поезда не было, а у нас ничего нет. Ни денег, ни... Паспортов не было, денег не было. Просто бутылочки, две бутылочки пива, на улице жара, ночь уже потом была, вот, и у нас вот ничего не было, и нам никто не хотел помогать. Добрый... Всем составом вышли? Нет, мы вышли вдвоем. Поезд по столу на 10 минут опаздывал, поэтому ушел быстрее и ушел раньше. Мы вышли, встали с этим пиром, посмотрели на перрон, он был пустой, пуст, так сказать. Вот. Мы начали дико смеяться, вот, а потом, чтобы на нас обратили внимание, хотя бы те же, допустим, полицейские, да, ну, сейчас там модно, просто полицейские. Вот, полицейские, мы стали камеры пить. Мы делали все, что угодно, чтобы... И нас не взяли. Мы говорим, можно позвонить? А вдруг ты на Гавайи будешь звонить? Вот такого я хода не ожидал. Ты похож на гавайца. На гавайца похож? Да, слегка. Нет, на самом деле было очень забавно, а потом, когда мы ехали в поезде... Ну, а как вы умудрились-то все-таки потом докричаться до полицейских, как-то поезд... Ну, мы крикнули в Екатеринку. Мы каким-то образом потом вышли на начальника вокзала, что-то такое, я уже даже не помню, потому что... Ну, правильно, две же, собственно говоря, для привлечения внимания были... У нас каким-то образом переследили на другой поезд, и там не было поездов, в смысле места, и мы, значит, сидели между вагонами, там вот эти вот места, где вот... Тамбур. Тамбур, да, сам тамбур. И спали, мы с ним очень забавно, то есть, ну, так вот, друг об другу, вот так вот лежали, и было очень холодно, и с этой полторашкой, ну, в общем, ужасно, на самом деле. Мне кажется, это идеальные условия для написания какой-то новой песни, больной, блюзовой, такой, Дело в том, что самое удивительное, что думали те ребята, которые остались там, в поезде, когда они проснулись, обнаружили, что нас нет. Где еще побывала группа Jack Leaves Here, помимо Кишинева? Мы узнаем после небольшой паузы. Белый сервис. Вся правда о вашем автомобиле. Мы за правду денег не берем. Диагностика систем автомобиля абсолютно бесплатна. Омская 213Б. Белый сервис. Омск. Бессонная ночь сегодня выдалась на телеканале «Продвижение». Это молодая музыка Сибири. У нас по-прежнему в гостях настоящие рок-н-ролльщики, знатоки своего дела. Группа Jack Leaves Here. Долгожданный момент, долгожданный не только для наших сегодняшних гостей, но и для всех операторов наших. Музей. Что ж так? Долгожданный момент наступил. Этого ждет весь персонал телеканала «Продвижение». Для этого мы придумали молодую музыку Сибири. Ну и как же без этого в телепрограммах. В общем, совместно с продюсерским домом Голиздера сейчас собирается в Омске Народный музей музыки. Что за ветромам у тебя, блин? Я всегда стучу. Не надо ли? Не стучи, да. Блин, ну... Номер три. Он когда рекламирует, всегда нервничает. Нет, очень много просто. Все, давай, давай, погнали. Давай, давай. Да не спеши. Куда торопиться-то? Долгожданный момент для всех тех, кто собрался сегодня в этой небольшой, душной и уютной студии. Мы наконец-то добрались до музея, до нашего. Совместно с продюсерским домом Голиздера мы собираем Народный музей музыки. И каждая группа, которая приходит к нам сюда, попадает автоматически в историю. Ну, в принципе, мы пришли как бы не с пустыми руками, но и сегодняшняя программа Бухгалтер у нас сейчас вырастет. Каким-то образом будет напоминать программу Поле чудес, где ты же, и Кубу еще дарят подарки. Где мой костюм космонавта? Ну, начнем с банального. Так. С бананов начнем, да. То есть мы, Леша, лот номер один и дарим тебе вот такую вот нашу афишу. Прекрасно. Вот такая афиша есть у нас. Тут Саша молодой, смотрите, волосатый какой. Дарим тебе вот такой вот пластик надеюсь, с нашими автографами. Но это еще не все. Там моего нет тоже. А можно как-то мне? Ну ладно. Я же теперь подробь барабанную. Так, есть у нас такой пластик с автографами группы. Музейный экспонат абсолютно. Это с барабанов такой. Да, натягивается он. Ну, в принципе, вот видят прошлые выпуски программы ММС, где ребята, музыканты дарили Алексею там картофелины, некоторые дарили компакт-диски. Я боюсь сейчас этого момента. Мы решили в принципе отойти от этих наверное традиций. Не будем повторяться и как бы говорят, лучший подарок это подарок, сделанный своими руками. В дуле? Нет, Леша, мы вот записали тебе вот на кассету наши два. Да ты че? Вот. Вторая. Это же веритетные няшки. Ты магнитная пленка. Да ладно? Это еще вторая кассета это запись омской рок-группы Грин. Записана в 97 году. Кстати, любимая группа Алексея Голиздра. Алексей, вы помните их? 97 год. Грин. Леша, для тебя специально мы вот записали кассетку такую вот твоя любимая группа кино с альбомом группа 80 молодых. Я его не отдам. Это кино на кассете, это классика. Да что ж такое? Бабушка ехала с Гешведева, понимаешь? Это все можно послушать вот на такой... Да брось ты! Он работает что ли? Да, он работает. Да, он работает и работает... Да брось ты! Кучай к Джеклюзхир сразу. В общем это был один из самых ярчайших выпусков молодой музыки Сибири. Я сейчас раскрою из-за слез, поэтому говорить больше не могу. Я пошел слушать музыку и медитировать. Всем пока, это группа Джеклифсир. Слушаем дальше. А он же выходит и число, да? Леша. В тень! Играет музыка Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА